Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Долго я откладывала, ну как, снимать это видео, но уже вопросов очень много. Это о белокрылке. Конечно, сейчас еще рано, все это я в прошлом году говорила, или нужно было говорить чуть позже, но так как люди знают, что я в прошлом году встретилась впервые в жизни с белокрылкой и боролась с ней, каждый день приходит вопрос, победили ли вы белокрылку? Если победили, то чем? Я сейчас вам скажу, заранее скажу, что ни я ее не победила, ни она меня победила, дружба, все по порядку. В прошлом году белокрылка посетила меня первый раз. Как завелась, осенью занесла оранжевый гномик, перец, в комнатных условиях доращивать. И за зиму, пока он в садушке рос, я его не проверяла, никогда белокрылки не было, я не знала вообще, что это такое. Там завелась белокрылка. Я потом этого оранжевого гномика выставила в придомовую теплицу, когда у меня было море вот этой рассады, и она там благополучно развелась, размножилась. Когда я ее увидела, было уже поздно. И вот если у меня спрашивают, как я боролась, я тут спрашивала советы у зрителей, потому что это первый опыт, я вообще не знала, как с ней бороться. Посоветовали много, применяла все. И включала фумигаторы, вот от мух, от мух, от комаров, по-моему, потом. И эти липкие ленты развешивала. И Теппеки, вот это средство, которое, говорят, самое эффективное от белокрылки, я купила. Но так как в магазинах оно не продается, мне же пришлось его выписывать через интернет. Пока я выписала, пока оно пришло ко мне, за это время белокрылка уже не только была в придомовой. Я же не могла ждать, мне нужно было высаживать все это. И она у меня как немножко распространилась. А, еще кроме фумигаторов, кроме липких лент и кроме Теппеки, я еще делала в теплицах чесночное опрыскивание. Я вот хочу в этом году тоже повторить, это не только от белокрылки. Если найду ссылку, то я в описании к видео добавлю. Вот это чесночное опрыскивание, когда в теплице, в замкнутом пространстве, когда мы опрыскаем, мы маскируем запах томатов. И белокрылка, она же ищет, когда если она куда-то летит, она ищет по запаху огурцы или томаты. Когда вот этот вот в нос ей чесночный запах, она не хочет туда лететь. И может быть поэтому в теплицах у меня почти не было белокрылки. Вот у меня липкая лента висела, там прям несколько-несколько штучек, но все равно, они там были, врать не буду. И в открытом грунте. Пока Теппеки я привезла, было, конечно, ну то там спорхнет, то там. Участок большой, к этому времени уже было столько зелени, обрабатывать участок, когда ты поздно увидел белокрылку, очень сложно. Это же и все петрушки, и все батуны, и все, вот всю зелень, все сорняки, которые есть на участке, нужно опрыскивать все, от забора до забора. Это очень трудоемкий процесс. И еще, у Теппеки ведь есть противопоказания, не больше трех опрыскиваний за сезон, поэтому мы не можем им злоупотреблять, чтобы не ухудшить качество вот этих плодов, которые мы будем кушать. Я сделала все по инструкции. Один раз опрыскала, потом через полмесяца еще раз, и через полмесяца еще раз. Все, больше я его не применяла. И вот этими всеми действиями, то, что в теплицу они не стали сильно залетать, потому что там чесноком воняло, то, что, которое залетало, попадало на эту, на желтую липкую ленту, то, что здесь я опрыскала Теппеки, я снизила количество вот этих вот, ну как, взрослых, как сказать-то, бабочек этих, муки ли они, ну белокрылки, короче, белокрылка тепличная, как она называется, я снизила до такого предела, что видимости ее не было. Вот как показывают некоторые люди, вот так поднимают лист, а там прям белые сидят, у меня такого не было, скажу честно. Но и совсем, чтобы я ее истребила, я тоже врать не буду. Иногда начинаешь что-то посынковать или там что-то, какую-то подвязку делать, смотришь, хоп, одна мушка взлетела. И вот по этой одиночной мушке я все равно поняла, что она у меня была, и была до самой осени, потому что потом уже ближе к осени я уже прекратила обработки, во-первых, нельзя, а во-вторых, мы уже кушали эти томаты, а в-третьих, я надеялась, что в зиму она все-таки погибнет. Так, теперь, когда она ушла в зиму, несколько штук было. Вот сейчас я не могу сказать, есть у меня белокрылка или нет, победила я ее или нет. Это можно будет судить только тогда, ну, когда, например, будет уже совершенно тепло, будет май или июнь, и я когда увижу, что нет ни одной белокрылки, или я увижу, где-то летает одна белокрылка. И если вот у меня сейчас спрашивают, победила ли я белокрылку, ну и кто победил, или я, или белокрылка, я для себя вот такую фразу, которая точно отображает ситуацию, вот, ну, как изобрела, что победила дружба, было столько белокрылки, что она не помешала мне получить хороший, богатый урожай, она мне не мешала, как у некоторых говорят, глаза вышибает, невозможно обрабатывать, что вот аж этими облаками вот так летают, такого у меня не было. Короче, она мне не помешала получить урожай, ну, а я не смогла настолько ее уничтожить, чтобы не было ни одной белокрылки до осени, по одной, по две я все равно видела. И сейчас решится только тогда, когда пройдет примерно месяц, когда вот я все высажу, и если какие-то белокрылки перезимовали, ну, не они, они-то умирают, личинки вот эти, если какие-то перезимовали, если какие-то благополучные сейчас вылупятся, я ее увижу, и тогда смогу сказать точно. Ну, по крайней мере, я не позволила ей погубить в прошлом году вот все свои усилия, испортить прошлогодний сезон, но я, если честно, я хваталась за все, все, что люди мне советовали, я все применяла, я вот уже говорю, и народные средства, и опрыскивания суперсовременными, но все было в меру, я сильно не злоупотребляла вот этими химикатами. Меры были действенные, и закончилось все у меня благополучно. Все, до свидания.